Ну что, здорово, пацаны! Усаживайтесь поудобней, наливайте чаю, так обычно блогеры говорят, мы начинаем. Андрюха, извини за штрафы, если будут. Сегодня мы хотим сравнить с вами шумоизоляцию, а именно те слова, когда люди говорят, нафиг делать эту шумоизоляцию, надо просто накопить на нормальный автомобиль. Вот сегодня как раз мы сравним шумоизолированный Volkswagen Polo Sedan, Андрей Олегович, и я надеюсь, по вашему мнению, нормальный автомобиль BMW X5. Ну, хотя, возможно, все на Rolls-Royce у нас в стране ездят, но мы все-таки скромненько с X5 с вами. А перед этим я хочу вам рассказать о тех трех системах, которые у нас есть, а именно система Наш Стандарт, Настоящий Комфорт и Rolls-Royce. Ну, чтобы вам вот этот пальцем не показывать, покажу вот так вот. Мы решили видео снять, пацаны, короче, и забыли, что у нас образцы морально устарели. Заодно я расскажу вам немножечко предыстории. Вот эти материалы, это P4V, и это P4V. У нас есть разные фотоотчеты, часто люди спрашивают, или даже видео у нас есть на Ютубе, а что это вы на полы заклеили, допустим, там, с обычным клеем, с акриловым, а он вот такого серого цвета, это практик БС-4. Но нет, раньше он был серый, я предложил его покрасить в оранжевый, и он стал оранжевым. Сейчас мы сделаем для вас специальный образец, чтобы вы не путались, и будет все четенько. Система Наш Стандарт. На полах у нас использован хороший вибродемпфер, такой, какой должен быть. Никаких облегченных технологий, никаких там Black Joker'ов на полах, только мужская грубая сила, шумов М4, в задней части пола, соответственно, шумов М3. Black Joker, материал для, как и Joker, материал для тонкого металла, отличный материал, эффективный, но все должно быть, собственно, по месту. Вторым слоем на полах, в нижней части автомобиля, в системе Наш Стандарт, у нас использована классическая связка материалов, и это второй слой P4V с водостойким акриловым клеем. Вот так вот они проклеиваются у нас. Вы часто видите в наших обзорах, где на полах у нас используют вот такие вот вещи, это вибродемпфер М4, М3 и P4V. Хороший базовый звукотеплоизолятор с водостойким клеевым слоем, абсолютно надежно будет держаться на полах. На крышках багажника мы используем связку из облегченного материала Light 2, он имеет, в свою очередь, вот такую вот красную мастику, и это самый облегченный вибродемпфер вообще, на мой взгляд, сейчас в России, может быть, я могу, конечно, ошибаться, но 2,45 кг на квадратный метр СТП-шный Аэро весит 3,05, что почти на 20%, мать его, больше. Соответственно, используем на крышке также с водостойким клеем материал, потому что в крышке много полостей, может оттуда скапливаться, стекать конденсат, чтобы клей не подточило, используем водостойкий материал. И на тонком металле дверей, соответственно, крыши. Мы используем связку классическую из вибродемпфера Шумов Н2, вы все, наверное, его видели, вот сюда куда-нибудь вставят Илюсыч, наверное, я надеюсь, вот сюда вот. Вот, и, соответственно, практик БС-4, раньше он назывался Шумов П-4, абсолютно аналогичный продукт, так и не получилось до конца его снять с производства, мы хотели его вывести сами из ассортимента, но раз он везде в России есть, мы одни его, если уберем, вы все будете просить, почему у вас нету. Соответственно, вот такие вот решения, дай нам ленту еще антискриптную, пожалуйста. И используем мы в системе наш стандарт, так как и в других решениях, вот такая вот лента Шумов Специфик, закладываем в ваши расчеты, когда вы у нас заказываете материалы, чтобы вы проклеили обшивки по контуру, ну и вообще, возможно, какие-то места, стыков, где возможны скрипы. Соответственно, вот такая вот, из таких вот продуктов состоящая система, по сути, даем на нее, как и на любую другую, гарантию, безусловно. Следующий комплекс, который мы применяем, это система настоящий комфорт. То есть система настоящий комфорт, философия. Самые шумные зоны максимально, ну практически предельно хорошо оснастить шумоизоляцией. Безусловно, есть вещи лучше, но вот на самых шумных зонах сделать мощный, хороший акцент. Это двери, это большая плоскость крыши, это задние арки и передняя половина полов. То есть вот эти все самые большие, самые шумные зоны максимально оснастить шумоизоляцией. Так, в системе настоящий комфорт в передней части полов у нас используется вот такая вот плитка из вибродемпфера шумов М4, герметон 7L и практик финиш. То есть сэндвич 4,7,11 плюс 2,5, 13,5 мм. Большая толщина, хорошая эффективность. В задней части полов мы используем, соответственно, элемент системы наш стандарт. То есть мы усилили перед, получается, сзади сделали чуть попроще. Для чего это делается? Безусловно, мы можем быть максималистами до конца, но тогда получится стоимость, соответственно, не самая доступная. Нам нужно сделать хороший комплекс, хорошую эффективность и попасть в доступную все-таки стоимость. При этом нам очень важно, чтобы были классные отзывы. Система настоящий комфорт, она, в общем-то, мной была так названа. Эти эмоции, собственно, дарят с очень большой вероятностью. А задние арки, соответственно, у нас также с вибродемпфером М4 и герметон А15. То есть в багажном отделении это самая шумная часть. И мы с задней арочки вот так вот раз, и P4V на пол вот так вот два. Таким образом, багажное отделение получается хорошо звукоизолировано. Также во всех наших системах в автомобилях с кузовом седан мы обрабатываем заднюю полку, чтобы отделить багажное отделение от салона. Это тоже очень важный момент, обратите на него внимание. Многие установочные студии просто такие типа, что полка находится в салоне, нафиг ее клеить. И вы такие, ну да, все логично, конечно же. Но клеить смысл есть на дорогих автомобилях, мерседесах, допустим, в задней полке они очень хорошо оснащены шумоизоляцией. И в крышках багажника мы используем, опять же, облегченный материал Light 2, легонький, чтобы упоры не насиловать. Особенно на кроссоверах это актуально, где крышки большие довольно-таки. И звукопоглотитель Germiton 7. Он, как правило, используется уже на самой обшивке крышки багажника, там, где нету влаги. Поэтому губчатый материал, да, у него достойкий, кстати говоря, клей, но влаги там быть, соответственно, не должно. И в дверях у нас, соответственно, и крыша. Используется вибродемпфер шумов Joker толщиной 2 мм с эффективностью 3-х миллиметрового шумов M3. И, опять же, звукопоглотитель, отличный, прекрасный, наш любимый Germiton 7. Этот Germiton 7, соответственно, в дверях у нас используется в качестве третьего слоя. То есть вибро внутри, вибро снаружи и Germiton 7. Ну, то есть еще ряд операций мы делаем с обшивкой дверя, с обшивками дверей, вы можете это в наших роликах увидеть. И в крыше, вот так вот это вот, хоба на крыше, так вот, обычно подкидываем, оба, и прилипают. Здесь не прилипает. Системный стычек комфорта, в общем, вы поняли, философия – это создать хороший, эффективный комплекс в умеренные деньги, в отличном соотношении цена-качестве. Таким образом, в системе настоящий комфорт предусмотрено очень много улучшений. То есть нет обычного вибродейфера М2, везде поменен материал на джокер. Соответственно, на полах у нас такая же база остается, как и в системе наш стандарт, но в передней части полов уже вместо, смотрите, вот такого вот сэндвича классического М4 и П4В используем вот такой вот 13,5 мм сэндвич из М4, Germiton 7 и Practic Finish. Это очень сильно позволяет снизить общий уровень шума в передней части пола. Соответственно, опять же, в задних арках у нас вместо вот такого решения, вот такое вот. Обалденные, очень эффективные улучшения. В дверях вместо классической связки из М2 и П4, Practic BS4, используется джокер, соответственно, с меньшей массой, с большей эффективностью и Germiton 7. Опять же, толщина отличается, масса в этом случае на дверях легче, эффективность выше. То есть вы платите в данном случае ту разницу, которая составляет наш стандарт и настоящий комфорт по стоимости, по большей части за используемый материал, потому что материал получается значительно дороже. Практически ничего общего-то, в общем-то, между наш стандарт и с комфорт по применяемым материалам-то и нет. Ну, то есть там есть вибра на полах, но это не так много, скажем так. Многие вещи, они улучшены, изменены, и снижение шума с этих зон воздушного шума будет порядок 50%, скажем так, грубо, лучше, чем в системах наш стандарт, допустим. Если у вас автомобиль достаточно тихий изначально, предположим, там тот же самый полу-седан, Skoda Kodiaq, что-то вот такое, да, то я рекомендую рассматривать систему настоящий комфорт и выше, потому что машины изначально неплохо оснащены шумоизоляцией. Ну и, так сказать, венец того, что мы делаем, по большому счету, это система Rolls-Royce. Достаточно бескомпромиссное решение, и давайте приближимся подробно. Вместо на дверях и тонком металле, вместо джокера, использован куда мощнее материал Black Joker. Вместо 2 мм, 2,7 мм. С очень большой эффективностью, сопоставимый с материалом шумов М4, но только на тонком металле. Ни для какого толстого металла полнов, тем более арок, я его не рекомендую делать, и знаю, что многие гильдеры шумовские это делают, и я это делать не рекомендую, и вообще рекомендую задавать эти вопросы таким людям. Дальше. На полах у нас уже нету М3, у нас целиком везде будет идти М4. От переда до заднего бампера, без стройки, сразу идет четверочка. Соответственно, поверх вторым слоем на М4 мы монтируем герметон 15L и практик финиш. То есть получаем 21 с лишним миллиметров толщины, и многие установщики говорят, что максимум настоящий комфорт, вот это собирается, а это уже нет. Я вам могу сказать, что и это собирается. Поэтому, если хотите без компромиссов, используйте вот такое решение для нижней части автомобиля. А если мы ее сопоставим по толщине, так чисто визуально, с системой наш стандарт, вы понимаете, почему они стоят по-разному. Этот сэндвич в разы дороже, чем вот такой. Это у нас идет все, по сути, до заднего дивана. Под задним диваном мы материал практик финиш убираем, потому что сиденье, само по себе, это звукопоглощающая большая подушка, и, как правило, она очень плотно садится, там вот этот третий слой может мешать. Поэтому там у нас остается герметон на 15L без практик финиша в чистом виде. Такой же сэндвич у нас присутствует на арках, и пол багажника мы тоже делаем без материала практик финиш. Почему? Потому что финиш хороший продукт, хорошо добавляет в эффективности, но хорошим... Но он не только хорош, но и тяжел, у него большая масса, он весит 4,05 кг на квадратный метр, что сопоставимо с шумом М3. Таким образом, использует везде повсеместно третий материал, третий слой тяжелого звукоизолятора, мы очень сильно увеличиваем массу. То есть, по сути, относительно вибро практически в два раза. Поэтому я рекомендую с подобными мембранными материалами, там, многослойными материалами, где есть тяжелый слой звукоизолятора, работать очень аккуратно, потому что вес получается, ну, прям значительно выше. В дверях у нас, соответственно, используется уже также Black Joker, и на дверной обшивке герметон А15 звукопоглотитель, пирамидальная форма, как вы знаете. Чем хорош герметон, вы можете посмотреть в нашем ролике, собственно, про герметон, где мы говорим, что поролон-то работает. Поролон бывает разный, его обязательно посмотрите. Такая же у нас история используется в крыше, то есть вместо, вместо вот такого вот решения, мы используем вот такое на крыше. Такой материал с такой формой позволяет сделать так, что волна будет быстрее затухать в автомобиле, то есть время реверберации сократится, и в машине будет находиться комфортнее, то есть эхо будет, грубо говоря, меньше, тот шум, который в салон попал и отражается от стекла, будет гаситься быстрее. Поэтому это решение для крыши является более актуальным, собственно, именно поэтому отчасти этот материал может быть именно вот так вот на крышу наклеен, хотя звуковая волна воздействует отсюда, но я напоминаю, что герметон, так же как и хороший звукопоглотитель автомобильный, они работают, в принципе, независимо от рельефа, независимо от направления рельефа. Главная толщина здесь. И что я еще хотел сказать, что также мы обрабатываем обязательно заднюю полку, и также мы с использованием облегченного материала и звукопоглотителя обрабатываем крышки багажника. Но это еще не все. В системе Rolls-Royce мы также проклеиваем полностью все пластиковые элементы. Представьте себе, это стойка автомобиля. Мы изнутри этот пластик проклеиваем виброй и обклеиваем вот так вот герметоном. Таким образом, звуковая волна идет через стойку пластиковую, в этом материале гасится, и то эхо, которое может возникнуть в полом пространстве под пластиком, оно, по сути, заполнено, и гул там не нарастает. Такие вещи используем, допустим, в Maybach предыдущего поколения, который был еще не Mercedes Maybach, а вот просто Maybach. Там все, все полости заполнены таким плотным очень пенополиуретаном, чтобы никакого эхо под пластиком не было. Это очень важный момент именно в системе Rolls-Royce. Все стоечки, передние, центральные, задние, мы обрабатываем. Ну и антискрипы, конечно же. В общем, суть системы Rolls-Royce такова, что необязательно делать гранту в системе Rolls-Royce, как это есть у нас в YouTube-ролике. Потому что система Rolls-Royce изначально была мною сделана для достаточно тихих автомобилей, где уже какие-то стандартные решения могут дать очень маленький результат. В том же, допустим, BMW X5. Там все хорошо, там очень большая жесткость кузова, везде есть хорошие наполнители, и там нужно больше сил применить для того, чтобы сделать автомобиль комфортнее. Ну а сегодня, соответственно, мы сделаем некоторое сравнение и сопоставим автомобиль Андрея Volkswagen Polo и не шумоизолированный BMW X5. Кто не смотрел Volkswagen Polo, обязательно посмотрите ролик на нашем канале про зеленый Polo. Там мы на полах прям разыгрались не на шутку. Там мы сделали мощнее, чем систему Rolls-Royce. Все же остальное у Андрея сделано именно в системе Rolls-Royce. Мы посмотрим, что же может эта система. Сильно ли мы проиграем X5. Ведь стоимость-то раз так 5-6 превосходит этот автомобиль. Ну и посмотрим, сколько же будет стоить децибел шума, как говорится. Поехали, прокатимся. Ах, блин, же не та дверь. Вот туда. Ты нормально, кстати? Пацаны просто говорят, что-то тебя давно не видно. А, нормально? Как бы ни странно, все думают, что мы порвали крышу и мне давай до свидания. Нет, все нормально, все было запланировано. Мы просто не знали, как ее снять по эффекту. Ладно, поехали. Пока, почти. BMW X5, трехлитровый дизель. Попробуем сопоставить всю эту движуху с Андреем Олеговичем автомобилем Volkswagen Polo. Ну что я могу сказать? Я достаточно слышу неплохо, кстати, проезжающие мимо автомобили. Не знаю, как вам это слышно. Я слышу прям нормально. Очень громкий поворотник. Хотелось бы отдельно отметить. Ну и приятный такой мотор достаточно. Дизельчик такой прям. Ненапряжный. В автомобиле в таком состоянии, в статичном, нет практически вибрации, какого-то дополнительного шума. Специально выключил печку. Там будем также мерить, смотреть без печки. Давайте разгоняемся. 56, да? 56 получается на скорости 60. Сейчас нам это надо сделать на скорости 80. Кстати, после последнего видео Андрюха зашли на еще себе багажник. Где-то 58 на 80. И это, в принципе, ощущается, как вот реально так вот в уши начинается. Начинает долбить. Неплохо ощущается резина, кстати. Ну, то есть вроде бы пневма, да? Хотелось бы прям вообще типа плыть, короче. Но шумка вообще максимально ощутима. Ее эффект и вообще разница при долговременной езде. Ну, то есть по какой-то такой вот равномерной монотонной дороге. Потому что вообще восприятие уровня громкости зависит от многих факторов. Ну и зависит от тембра. Здесь двойные стекла. Двойные стекла. Вы же часто говорите, что надо стекла делать. Тоже как бы, да? Ну вот. Стекла получается, что не панацея. Шумомер, собственно, это не лучшее средство для анализа. Лучшее все же анализировать ощущения. Я еду сейчас, мне комфортно. То есть я слышу, конечно, машины проезжающие. Я сопоставляю, что в Nissan, пусть и в X-Trail, в шумоизолированном, тише. По моим, по крайней мере, таким ушным ощущениям. Но в целом общий уровень рулежки, комфорта, управления автомобилем, он выше. И воспринимается как комфортнее. Поехали. Так, скорость 100. Камеру. Походу, штраф есть. Так, давай скорость 100, вот. Где-то 58, да? Да, 58. 58. То есть 56, 58. Но на скорости 100 уже, я лично чувствую, что больше как-то в ушах отражается. То есть вот в цифрах очень похоже. Там буквально, ну, даже не знаю, там один децибел, может быть, там какой-то усреднить, если, да? А в ощущение, ну, все-таки на 100, когда ты едешь, шумнее, чем на 60, там, ну, на 80, ну, точно. Так сказать, подытожим, да? Да. 60 у нас скорость, соответственно, уровень шума где-то 56, 80 тоже 56. Ну, и 100, ну, там, а, 80, не спрашиваю, чем на 58. И 100 в районе тоже, ну, 58, ну, 59, может быть. То есть разница небольшая на шумомере, но все равно каких-то гармоник больше, и шум воспринимается острее. То есть шум воспринимается сильнее, я вам так скажу, как бы, мое мнение. Шумомер – это не про комфорт. Шумомер – это про какие-то цифры. Мы сейчас вот сопоставим, сравним BMW и Polo, получим какие-то цифры, но при этом мы получим еще ощущения. И я постараюсь вам в конце передать эти ощущения. Пушка номер два на сегодня. Ключ от пирожка не те, оказывается. У нас здесь передние приводы, соответственно, но едет достаточно приятно и динамично. И что хочу заметить, что вот здесь реально какой-то вибрационной составляющей от мотора все-таки ощущается меньше, чем в BMW. Я уж не знаю, как бы это так было или заслуга шумоизоляции. Мы все-таки здесь сейчас будем с вами отталкиваться от показаний прибора. И вот машина мимо проехала, я ее меньше слышал, да? Я вообще не слышал. А, ну это вообще не слышал. Меня реально прям меньше слышал. Сейчас посмотрим. Хотя здесь, ну сейчас мы ради интереса, да? Здесь обычные тоненькие, ну как вы говорите, тоненькие стекла. Ой! Шумай, ты что? Башка заморозить хочешь? Но здесь чувствуется какая-то работа подвески. То есть там на пневме мы ехали как на облачке. Тут, конечно, есть ощущение от каких-то кочек, чего-то, от каких-то неровностей. Но вот именно по шуму, вот у меня сейчас такое ощущение. Тише, ну-ка сейчас выключим печку. Там у нас было 43 с тобой, да? Смотрите так, в тишине. 43. В тишине 43. Прям, ну, тихо. 42. 1 дБ. Он, в принципе, какой-то вот, я не знаю, даже задница ощущается он какой-то. То есть это не даже не просто вот ушами, да? А вот ты что-то чувствуешь это все, как бы. Я всегда говорю, что шумизряться – это про ощущения цифры. Ну, может, что-то визуализируют, но в очень маленькой степени. Здесь что-то тарахтит как-то. Слышь, да, что-то тарахтит. Я знаю. Движок тарахтит. Он как кролик такой, быстрый, как этот заяк, блин. 62, да, где-то было? Да, 60. 60, да. Камера все та же. Так, 80. Там было где-то 58, мы с тобой прикидывали вроде как. Здесь у нас… Ну, что интересно, меньше, чем на 60 получается, да? Андрюха, извини за штрафы, если будут. Так, 100. 58, да? То есть еще меньше получается. То есть мы разгоняемся, а шум у нас реально снижается, да? А вот в BMW прям чувствуют, как он набирается. И к скорости, я уверен, что 120, ну, как-то, потому что я ездил, да, будет шумнее. БВ проиграет? БВ проиграет стопудово. То есть там прям нарастающий гул, а здесь он наоборот. И вот это, кстати, из моих наблюдений долгих. В Ниссане такое я наблюдал. При шумоизоляции на скорости, допустим, 140 тише, чем на скорости 110. То есть, видимо, как-то резонансные частоты совпадают при разгоне, при этой скорости. И ощущения совершенно получаются другие. Ну, что мы получаем, да? То есть на скорости 100 шум начинает снижаться, а там, наоборот, рост. И получается, что к 80 км в час у нас шум тут сравнялся, представляете? То есть при долгосрочной езде в машине поло будет даже комфортнее. Не шататься бы сзади. Я привык на автоматизм. И поэтому, когда вы говорите, что типа надо накопить, что стекла решают. Нет, здесь меньше я слышу машин. 100% с боков. Система Rolls-Royce на дверях обычная, классическая. Здесь никаких супер улучшений данного комплекса, как бы, не проводилось. Я здесь. Вообще гораздо меньше, да? Я же это не слышу, блин. Я тебе пасет, что он плотный, как стюдик. Он плотненький, да. Там прям такой высокочастотный, какой-то шепелявый, что-то прям. И даже вот здесь мы едем, какой-то звук такой бархатистый больше, что ли, какой-то. Аудиофильские пошли термины, там, тёплый, бархатистый. Так что, вот, теперь делайте выводы, друзья. Сейчас мы приедем, посчитаем, сколько стоит 1 дБ на скорости 80 км в час пола. И сколько стоит 1 дБ в BMW i5. Это просто интересно, как-то сравнение. Вот такой на 60 как-то слышно больше токот. Она в 80, всё выравнивается, и картинка становится более приятна. Единственное, что BMW выигрывает за счёт того, что она едет мягче. На пневме, по крайней мере, может, все они такие, не знаю. И в целом там ощущение прикольней. Но шума здесь меньше. Что-то вот Андрюха багажник сделал, мы тогда ездили с вами и шум мерили без багажника. А сейчас с багажником интереснее. И, кстати, цифры, я не помню, когда мы там те замеряли, ты не помнишь, Эмир? Надо посмотреть, какие были тогда цифры. Скоро, 61, там что-то 67, 61. У нас 62,8 где-то, да? Примерно одинаково слышно машины, проезжавшие в BMW и в пола. Очень сильно похожим образом слышно шум. И там двери зашумлены, здесь нет. Соответственно, я так понимаю, что если зашумить, будет слышно меньше. Но, как некоторые говорят, весь шум идет от стекол. Да ни хрена, не весь шум идет от стекол. Весь шум идет целым от кузова автомобиля, в том числе и от стекол. Безусловно, шумоизоляция стекол даст больше результата, дополнительного результата. Но вопрос сложности, реализации, стоимости, в конце концов, этих всех решений. Мы обязательно сделаем историю про стекла, замерим, померим и так далее. Но это другая будет история. Так вот, новый пола стоит примерно миллион сто. И на скорости восемьдесят в нем по-прежнему где-то пятьдесят восемь децибел. Значит, миллион сто делим на пятьдесят восемь и получаем сто восемьдесят... Нет, подожди. Вот что-то я ошибся. Миллион сто делим на пятьдесят восемь, а именно столько децибел на скорости 80 км в час. Получаем восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей за один децибел. Теперь мы берем стоимость X5 примерно шесть с половиной миллионов рублей, делим на пятьдесят восемь и получаем сто двенадцать тысяч и шестьдесят восемь рублей. Когда я вижу в интернете некоторые сравнения, они примерно настолько же грубые, как вот это сейчас сравнение. Но вы понимаете, что один децибел комфорта стоит вот столько. И если мы в BMW сможем снизить децибел на три, в два раза тише, то это получается минус триста тысяч рублей. Минус триста тысяч рублей, да, то есть это хорошие деньги. А сделать вы это можете всего за шестьдесят восемьдесят тысяч рублей, сделав хорошую шумоизоляцию. В общем, делайте выводы, копить вам на, как некоторые пишут, на дорогой автомобиль и нафиг ничего не шумить. Или шумоизолировать то, что есть, добавить комфорта сейчас, ездить какой-то продолжительный промежуток времени, как я, допустим, на X-Ray, девять лет. И, в общем-то, все это время кайфовать. Ну, а люди, в общем-то, выбирают, как в данном случае. А именно это у нас отгрузка, которая комплектуется в город, который находится очень далеко отсюда. Наверное, туда, где многие бы хотели оказаться. А владелец автомобиля, а это Toyota Highlander, там находится, это Калифорния, солнечная, мощная Калифорния. И комплекты шумоизоляции всего салона уезжают туда. А еще, знаете, что самое интересное, что доставка шумоизоляции в Калифорнию стоит чуть-чуть дороже, чем в Норильск. Чуть-чуть дороже, чем в Норильск. И, таким образом, если вы находитесь в Калифорнии или в Майами, добро пожаловать, делайте заказы. Будет много заказов, придется сделать склад. Ну и придется, что уж говорить, поехать в Америку. В общем, получился вот такой вот необычный, я думаю, выпуск. И я надеюсь, он вам понравится. Если понравится, поставьте лайки, напишите комментарии, что вам больше всего в этом выпуске понравилось. А мы попьем кофе и доупакуем посылку в солнечную Калифорнию. Приятного просмотра, не переключайте, с вами был канал Шумология. Заказывайте у нас шумоизоляцию с любовью. Давай, пожалуй. Опять упаковываем посылочку в Калифорнию. Прямо вот это слово, да, Эдуард? Ласкает ухо? Конечно. Калифорния. Карлсбадт. Прикинь, Серега, ты поедешь работать в наш филиал в Калифорнии. Кайф, я собираюсь. А Эдуард в Майами. Андрюха в Уфе остается. Не, дома хорошо. А Элюз вообще непонятно, где снимать потом будет. Будет летать как раз Калифорния, Майами, Уфа. Кайф. Кайфорния.